вот так мы его вращаем японцы корейцы вообще спать здесь в китае где заходит абсолютно все они придумали порох они придумали бумагу и они придумали лучшие в мире гибрид 2022 другие сказали что это невозможно за эту цену который вообще творит какой-то космос на китайском рынке ребятки день добрый что вытворяет компания byd сегодня на обзоре недорогой кроссовер и когда вы узнаете его технические характеристики и цену с учетом пожизненной гарантии вы также как и я скажете японцы корейцы вообще спать она немцев рука лицо и томный взгляд когда я разослал технические характеристики друзьям которые со мной в авто теме одни сказали что это вообще невозможно другие сказали что это невозможно за эту цену вашему вниманию самый совершенный гибрид в мире на февраль 2022 года byd son plus dm автомобиль продается в двух версиях супер высокопроизводительный гибрид новейшего типа и чисто электрическая версия начнем с самого интересного с гибрида полный привод разгон 6 секунд до 100 при расходе топлива 5 литров на 100 километров и возможностью проехать на чистой электротяге целых 100 километров общая мощность 360 лошадиных сил и все это на пожизненной гарантии цена вопроса 30 тысяч долларов электрическая версия попроще только передний привод 185 коней 8 секунд разгон до 100 батарея на 71 киловатт-часов с возможностью проехать 500 километров на одном заряде батареи по циклу n и dc цена вопроса 30 тысяч долларов спереди макферсон сзади многорычажка здесь столько систем безопасности что въехать кому-то в задний бампер практически невозможно интегрированная система управления торможением электронная система стабилизации корпуса электронная система распределения тормозной мощности система контроля тяги автоматическая система экстренного торможения система идентификации пешеходов интеллектуальная система идентификации дорожных знаков система предупреждения выезды с полосы движения мониторинг слепых зон и многое другое тяжелая дверь мягкий пластик кожзам хорошая сборка очень приятный пластик на ощупь не дешевый это пластик 6 спикеров в машине ни единого скрипа отличная сборка так электрорегулировки сидений здесь мягкий пластик натуральная строчка очень приятный материал повторюсь не дешевый кожзам внутри кожзам симпатичные сидения но они из кожзама для тех кто не любит чтобы ради вас убивали животных когда как раз для вас и кожзам приятный на ощупь тоже не дешевый смотрите где они спрятали два подстаканника значит подкрываем подлокотник и эта часть ездит в этой части два подстаканника здесь все остальное включая розетку ничем внутри не обтянут и нету лампочки к сожалению натуральная строчка как и в любой другой машине byd качество дисплеев здесь на высоком уровне 13 дюймов 11 дюймов посмотрите какая цветопередача какое быстродействие он на андроиде устанавливай сюда какие хочешь программы здесь есть абсолютно все что есть 2022 году в плане мультимедии фото видео с еще и со звуком кстати вичан здесь есть посмотрим так понятно а здесь есть еще и тик ток на денег а зачем денег дал еще денег стояночка так ладно хорошо побежали понятно кстати его можно вращать вот так мы его вращаем руль самый средний кожзам приятный на ощупь кнопки хорошо нажимается ничего не хрустит не свистит есть коллег нету физическая регулировка по вылету и по высоте электро не дают за эти деньги воздух здесь физически но к сожалению всем остальным придется управлять на планшете хотя для китайцев это вообще не проблема никто этим не занимается все все просят голосовой помощник сделать все и он делает все как и во всех китайских современных электромобилях здесь есть искусственный интеллект голосовой помощник давайте зададим ему пару вопросов а в общем понятно да Голосой помощник управляет всей электроникой в автомобиле Можно попросить его все, что хочешь Слева от руля есть очень интересный кардхолдер Вставляем сюда пластиковый У китайцев пластиковый паспорт Не бумажный, как книжка, как у нас А пластиковый, такой, как карточка Вставляешь сюда, нажимаешь вверх И он выплевывается То есть постоянно можно его там хранить Плюс есть еще здесь вот такая ниша Управление крыши здесь, к сожалению, сенсорное Но мне показалось, работает просто отлично И для очков Обтянут внутри тканью Приятная такая Дальше С лампочкой И для документов Есть ниша Задние карты Отлично, такие же, как и передние Большинство машин за 30 тысяч долларов Сзади делает не так добротно, как спереди Хорошо все собрано Ничего не хрустит Хорошая отделка Хорошая Повторюсь, это мягкий пластик Но он точно такой же По ощущениям, как у BMW X3 Напомню, у X3 тоже не кожа Тоже мягкий пластик Карта и торпеда И это практически тот же самый материал Сзади, как видите, все очень просторно 187 сантиметров роста Сел за самим собой Два кулака перед коленом Пол кулака над головой В рейтинге самого удобного заднего дивана Все-таки до сих пор побеждает INLX на 1000 километров батарея Кстати, можете найти в моих обзорах Я уже делал на него обзор Но этот задний ряд Очень близок к нему Этот же материал Два подстаканника Сидеть очень удобно Багажник Не очень много места К сожалению Я думаю, литров 360 Я уточню и допишу Органайзер Пустой Ну, купите машину, будет полная Краш-тест Больновато было, кстати Больновато Как раз и электроверсии гибридные стоят рядом Вот перед вами электроверсия Видите, нет решетки радиатора Вот гибрид Слева по борту Бензобак на 60 литров Справа по борту Быстрая зарядка 18 киловатт-часов батареи Которой хватает на 100 километров пути По циклу NEDC За полчаса С 20 до 100 процентов Ребят, для тех, кто не смотрел мои предыдущие выпуски Где я подробно рассказывал про компанию BYD Давайте два слова Значит, это китайская компания У которой просто немеряно денег на сегодняшний день Они выкупили лучших инженеров у Мерседеса И главного дизайнера Вольганга Эгера у компании Ауди Который вообще творит какой-то космос на китайском рынке Все, что он не мог высвободить из себя Как художник в немецком обществе Здесь, в Китае, где заходит абсолютно все И сумасшествие, и фантастика Здесь можно рисовать все, и все зайдет И он, конечно, извращается как может Это его знаменитый Dragon Face И согласитесь, все у него получилось На данный момент BYD продается официально в Китае и в Норвегии Но в 2022 году он тоже заедет в Швецию и в Голландию В следующем, в 2023 году, по идее, должна быть Германия Но я считаю, что для немцев запустить такое к себе на рынок Это демпинг всем И Q5, и X3, и GLC Они не дают таких технологий за такие деньги При этом здесь прекрасные спортивные показатели И тормозной путь, и разгон, и краш-тест Все на очень высоком уровне Они обязаны запускать BYD к себе на рынок Потому что если Китай запретит немцам продавать в Китае Это закончится плачевно Например, для Volkswagen это вообще может закончиться плачевно Просто потому, что Volkswagen половину всех своих машин в мире Продает только в одном Китае BMW продает 30% машин Mercedes там, по-моему, 35% Audi тоже примерно 30% То есть Китай им запрещает сюда заезжать И для них это очень большие проблемы Поэтому они в любом случае обязаны запустить BYD к себе А если они запускают Вы же понимаете, что это просто самоубийство для них Поэтому как они себя будут вести? Чем это все обернется? Понаблюдаем На тест-драйв я, конечно же, выбрал гибридную версию Главное, что меня интересовало Как этот гибрид ведет себя на ходу До 40 км в час ДВС не толкает машину вообще Машина едет на чистой электротяге А ДВС работает как генератор Именно поэтому в городском цикле Такой низкий расход бензина Напомню, 5 литров И это действительно революционный показатель Как для кроссовера У которого снаряженная масса 2 тонны После 40 км ДВС начинает помогать электромоторам Толкать машину Но при этом его не слышно вообще Кстати, здесь 3 мотора Один электромотор сзади Один электромотор спереди И еще один ДВС спереди Общая мощность 360 коней Разгоняется машина великолепно 5.9 секунда 100 И этого хватает с головой Лично мне больше и не надо При таком расходе топлива Это вообще фантастика Конечно же я проехался И на чисто электрической версии Электро чуть слабее разгоняется 8 секунд до 100 Но и этого тоже хватает Подвеска мне показалась Слегка пережатая, жестковатая Но зато управляемость отменная Кроссовер не шатает вообще Даю, кстати, руку на отсечение Они тут слишком сильно перекачали шины Думаю, давление 3.0 не меньше Я бы поставил 2.5 Было бы на порядок комфортнее Шумоизоляция тоже неплохая Как у немцев, но, но Шумят колесные арки, как у японцев Тормозной путь 36 метров И это тоже очень неплохо Давайте подведем итог BVD решили поставить всю планету на уши Технологии отрыв башки Лучше ли это гибридный кроссовер в мире За 30 тысяч долларов с пожизненной гарантией По всей видимости, да Вот вам и китайцы Они придумали порох, они придумали бумагу И они придумали лучший в мире гибрид в 2022 году Кстати, ровно через 2 месяца Компания BYD Собирается выкатить огромный седан С такими технологиями Что у вас волосы дыбом станут А я обязательно в этом посодействую И сделаю его тест-драйв Если понравилось видео Ставьте жирный лайк Подписывайтесь на канал Бейте в колокол, чтобы не пропустить следующие обзоры А я с вами прощаюсь До новых встреч, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok